Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие и уважаемые подписчики. Ну что, сегодня блюдо, которое, я думаю, понравится всем. Я уже готовила сосиску в тесте. Я обожаю и котлету, и сосиску в тесте. Но это блюдо, там, готовить тесто, пока оно ходит, долгое. А сегодняшнее блюдо очень быстрое. Что для этого необходимо? Вот такие вот сосиски. Вот такие тоненькие, длинненькие. И нужна моцарелла. Но у меня моцарелла вот брикетом. Не нарезана. Но ничего страшного. Я сейчас ножичком разрежу по количеству этих сосисок. Нужно молоко, яйцо. И самое главное, нам нужны вот такие деревянные палочки. Потому что эта наша сосисочка будет на палочке. Вот так и назовем. Сосиска на палочке. Быстрое блюдо, но зато очень вкусно. Понятно, что нам нужно будет еще правильно фритюр. То есть растительное масло. Но мы начнем сейчас из чего? Я возьму вот этот вот сыр и нарежу слайсами. Вот такие вот эти разовые коврики для нарезки. Некачественные. Они очень быстро выходят со стол. Моцарелла больше всего подходит. Она такая, знаете, и нежная, и хорошо будет потом тянуться этот сырок. Можно вот эти, знаете, такие для тостов продаются специально. Семь. Значит, я должна нарезать аккуратно острый ножик. Семь вот таких вот слайсов. Если у вас есть возможность купить, вот такие мягенькие шабры, купите. Ну, у меня моцареллу я не видела в слайсах. У нас она или вот так в кусочках, или меньше еще кусочки. И, скажу, не получилось дорезать. У меня вот есть вот этот сыр очень хороший, ребят, тоже. Он уже... Смотрите, какие слайсы нарезаны тонкие. То есть мы сделаем и с моцареллой, и с таким вот сыром. Как у нас на вкус моцарелла попробуем? Вкусная. Хотя это наш производитель украинский. Это не импортно. Все. Теперь я очищаю эти сосиски от пленки. Обязательно. Легко все снимается. Очищаю. Готово. Теперь я беру сосиску и заворачиваю сыр. Конечно, вот эти куски, это просто идеально. Видите, как держится. Но здесь нельзя сильно большой нахлёст, потому что разворачивается. Поэтому нужно будет вот так встык и обрезать. Моцарелла, когда она такая мягенькая, она очень хорошо заворачивается. А эта немножко грубоватенькая. Видите, она не держится. Поэтому мы, когда будем закалывать, надо будет прищепить. Так, сейчас, секундочку. Я сделаю вот как. Смотрите, вот сейчас вот так. Раз. Мне нужно вот этой. Раз. Продеваю. И у меня на палочке эта сосиска. И я ещё продеваю сам сыр, чтобы держался. Сейчас, секундочку. Вот сюда вот так вот. Раз. О! Ах, раскололся. Так, ладно. Сейчас что-то придумаем. Что-то придумаю. Вот сыр не очень хочет у меня завязываться на сосиске. Вообще, по идее, вот так вот мы одеваем, не до конца. И вот на палочке у нас получается вот такая вот сосиска. Я сейчас всё равно придумаю. Я сейчас свяжу кусочком, наверное, лука. Нитку же я не могу, потому что это будет в кляре. Вот у меня сыр не подходит. Он у меня... Вот этот даже мягкий, всё равно он на сосиске не держится. То есть мне нужно его вот так закрепить чем-то. А закрепить это нужно какой-то зеленью, листочком. Вот у меня такие стрелки лука. Что-то сейчас я буду, как говорится, химичить. Не расстраивайтесь. Можно найти выход с любого положения. О! Видите, всё держится. Это можете оставить, можете вот так, можете срезать. Завязываю. Вот такие подарочки делаю. Видите, всё, сыр держится. Всё, делаю. А здесь, значит, я не вставила. Не до конца. Просто, чтобы вот так вот нужно было держать. И чтобы в кляр отправлять. И во фритюр. Вот такие вот сырки. Заворачиваю такие красивые поделочки. Что, дорогие мои, вот сделала я. Одна сосиска мне осталась, потому что сыра нету сыра. Я скажу одно, что берите вот такие вот, вот такой сыр нарезанный тонкими-тонкими. Если у вас есть слайд, всё, конечно, хорошо. Потому что такой сыр тяжело одевать. Я его закрутила чеснок. С чеснока вот эти вот стрелки и закрутила. Потому что невозможно. Так, сейчас это мы всё сделали. Мы приготовим кляр для вот этих вот сосисок. Что я сейчас сделаю. Я разбиваю одно яйцо. Добавляю сюда соль, перец, специи. Все по вкусу, какие вы хотите. Знаете, не жалейте специи. Потому что специи здесь придадут вкус вашему блюду. Так, перец чёрный молотый. Можно итальянские травы сюда добавить. Всё, что у вас есть. Сейчас я вот просто смотрю, что у меня здесь есть. И что можно добавить. Ещё. Добавлю чуть-чуть паприки. Получайной ложки. Ну, сосиски у нас мясные. Значит, добавлю вот таких вот специй. То, что у вас есть, то и добавляйте. Итальянские травы можете добавить. Так, и вот это вот немножечко взбиваю. И добавляю сразу сюда на одно яйцо полстакана молока. И молоко жирное. Берите любое. Вот так. Если не хватит, я лучше потом сделаю ещё этого кляра. Потому что зачем он мне лишний. Так, видите, такого цвета получилось. То есть, специи по вашему вкусу. И добавляю сюда муку. Так, три. Три ложки я добавила. Сейчас хорошенечко разбиваю все комочки. Комки разбиваются очень быстро. Я попробовала. Мне не солёные. Поэтому я досолю. И сейчас берём ёмкость. Конечно, вы должны рассчитать, как можно меньше растительного масла. Потому что, ну, вот эта вот сосиска должна будет полностью быть погружена во фритюре. Поэтому берите, наливайте и ставьте на плиту растительное масло. Так, дальше, смотрите, я взяла вот такой стакан. Ну, померяйте, чтобы у вас сюда вот так вот раз хорошенечко входила эта сосиска. Она и входит, она? Да, входит, отлично. И сейчас выливаю сюда вот в этот стакан наш кляр. Видите, какая густота? Вот это вот нормально. Как сметана. Ну, 20% где-то. Всё, я поставила масло. И нам нужно идти к плите. Вот я налила в сотейник масло. Видите? Я в крайнем случае вот так немножечко наклоню. Просто вы понимаете, что это масло потом, оно уже всё. Оно негодное будет, потому что мы её уже перекалим. Это, знаете, для чего масло можно? Это можно краска будет этим маслом разводить. Но ничего другое. Потому что это разливное. Это мне Лариса покупала на рынке. Оно всё равно, знаете, даже вот запах домашнего. Это не фабричное, а частные олиницы. Так, всё, жду. Пока нагреется масло. И самое главное, включайте вытяжку. Потому что, когда масло, запах масла, и одежда, и волосы, всё. Извините, побудит, но... Какое-то масло странное, как вода. Это первый раз я такое масло покупаю. Так, вроде бы начинают образовываться маленькие пузырьки. Так, хорошо. Потом мы немножко уберём температуру. Что я теперь делаю? Я беру вот этот вот стакан. И опускаю аккуратно. Ой, видите, сильно много налила. Сейчас я немножечко надберу. Сильно много. Так, чуть-чуть у нас стекает. И вот, видите, не совсем ещё прогрелся. Так, наклоню. Должно резко шуметь, шуметь, шуметь. А оно у нас не резко. Потому что масло ещё не прогрелось полностью. Ну, ничего, будем надеяться. Классно, конечно, знаете, вот после этой панировки ещё сухари. Но у меня сухарей просто нет. Обжариваю. Но масло не прогрета. Вот сейчас уже больше разогревается масло. Видите, уже начинает зажариваться. У меня просто нету другого сотейника. Конечно, лучше, если бы он был такой, знаете, длинненький. Но то, что есть. И вот я обжариваю. Всё, видите, такое янтарное становится. И сейчас я буду его доставать. Прикручу, чтобы палочка не сгорела. На тарелочку с бумажным полотенцем. Так, подержу немножечко, чтобы стекло. Вот так, смотрите, какая красота. Всё, и продолжаю дальше. Беру следующую. Так, я, наверное, сейчас немножечко уберу вот это. Что у нас здесь прихватилось вот это? Я просто вам показываю, вот как оно есть. Что оно у вас будет получаться. Потому что красивая картинка, она вам не нужна. Вам нужно, чтобы у вас получилось. Так, всё, добавляю огонь. Я немножко убавляла. Беру стакан. И... Так, лишнее всё. Пусть у нас вот так вот всё уберётся. Так, не спешите отправлять. Держим, держим, держим. И сюда. О, видите, веселей. Веселей, веселей, веселей. Прокручивайте вот так. Потому что вот такая ситуация с сотейником будет у всех, ребят. Но нету таких у нас демкостей, чтобы можно было... Ну, ничего страшного. Но я держу, вот смотрите, и проворачиваю. Левой рукой держу, наклоняю сотейник, а этой рукой проворачиваю. Всё, отлично. Ничего страшного. Температуру масла можно даже не убавлять. Потому что вот это всё окунание в кляр происходит очень-очень быстро. Это стреляет, влага сосиски выходит. Всё, я думаю, достаточно. Осторожно с маслом замешиваем. Вот она, какая красота. Видите? Всё, теперь я быстренько это всё обжариваю. Все-все сосиски. Всё, мои хорошие, вы смотрите, всё пожарилось быстро. Вот что осталось. Ну, это чуть-чуть. То есть на раз, два, три, четыре, пять, шесть, на шесть сосисок вот берите тот рецепт, который я вам сказала. И вот палочка мне отгорела. Не оставляйте на крыльях. Всё время вы вращаете. И вот такая вот красота. Смотрите, какая красота. Не сильно зажаренная. Вот первый, когда масло было холодное... Ой, сейчас секундочку, пристала к этому салфетке. Вот, смотрите, видите? Вот когда масло было холодное, некрасивая панировка. А когда масло нагрелось, вот они, такие шишечки получаются, красивенькие. И сейчас мы с вами попробуем. Не готовьте много. Лучше сделать заготовочки. Пусть в холодильнике лежит, стоит этот вот кляр и уже сформированные сосиски, потому что это блюдо нужно кушать горячим. Ничего лишнего у меня здесь нету, потому что здесь, вот в этом изделии, уже есть всё. Давайте будем вот так вот подаём и давайте прямо так вот и будем кусать. Смотрите, прямо панировка отделяется. Сейчас я прожую. Очень вкусно. Я хочу сразу сказать, что вот эта панировка, она мягкая, она не хрустящая. Если вы хотите хрустящую, тогда давайте делайте меньше муки и перед тем, как опускать во фритю, панируйте в сухарях. Смотрите, какая сочная. Конечно, если только с огня, сыр будет тянуться. Но сыр стал мягкий. Ммм, очень вкусно. Лук. Я ещё до него не дошла. Вкусно. Вкусно и очень сытно. Так что, мои хорошие, как-то некрасиво, да, кусало, не резало. Ну, сейчас. Всё достается. Если вы хотите резать, пожалуйста, режьте. Так, одну секундочку. Сейчас я. Ну, что-то действительно кусало некрасиво. Вот. И даже вот эта зелень, которая у нас здесь есть, она нам сработала, как говорится, на руку. Вот такая красота. Сейчас. Ой. Это просто тут маленький кусочек сильно, видите, срезала, что отделилась. Вот так. Я сделаю фото. Вот такая вот красота у нас получилась. Понятно, что фритюр это вредно. Не каждый день. Но иногда можно приготовить вот такое блюдо. Оно простое, но очень вкусное. Ещё скажу одно. Знаете, что когда, например, вы приготовили, ну, по той или другой причине, ну, не сразу вы покушали, не переживайте. Тогда возьмите на тарелку и отправьте в микроволновку или в духовку. Разогреется, и опять сыр будет тянуться, и опять ваше изделие будет горячим и вкусным. Всё, мои хорошие, готовьте. Пусть у вас всё получается. Ещё раз скажу, что, знаете, просто нужно как-то вот включать мышление. Не заворачивается. Сейчас мы завернём, потому что мы, женщины, мы, вы знаете, и коня, и избу, и пожар. Это всё про нас. Всё у вас пусть получается. До свидания. До новых встреч. Подписывайтесь. Делитесь в соцсетях. До побачения. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова